Еду начинать завершать сенокос последние несколько гектаров и надеюсь закончится он наконец-то. Вчера он скосил здесь на мини-тракторе, фрезерованный. Участок скосил медленно, потряхивает, тут даже на G40 покачивает. На G40 я еду 8 км в час, а на мини-трактор 4-5 я косил. В принципе, даже могу ехать быстрее. Вот, 9. Ну да, маленько подряд его уже начинается. Ну, 7-8 пойдет нормально. В принципе, еду хорошо. Почему косил на мини-тракторе, где видео, перед этим уже было, должно быть, по крайней мере. Карданный вал маленько поломался, уже 40. Вчера вечером вроде как подделались, работает. Разошлись эти, как это назвать, муки. За островность новую крестовину представить, пришлось ставить старую с новыми роликами. Ну, вроде плотненько собралось. Думаю, смогу докосить эти несколько гектар. Ну, на Т-40, конечно, поровнее здесь ездить. Так, ну, сейчас ножи поменяю. И буду косить вот эти 2,5-2,4, по-моему, точнее гектара. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И там, похоже, что на навозе Выглядит неплохо Надо косилку побольше брать Да и грабли тоже надо Но грабли еще терпим, а косилка уже маловато все-таки то два дня косишь потом день сгребаешь, день брюсуешь явно пока в косилке у меня, конечно, косить-то можно и днем, и ночью сгребать-то сгребать-то только днем но я бы ночью лучше поспал, чем косить но здесь травка не очень, мне кажется, побольше была ну вот навоз пережит я его запрезеровал неделю назад еще попреет потом толкнем его сюда ну и трава что-то желтеть начала быстро сейчас жара по 30 а, вообще, махом дожил день даже он сено еще не вывозил с той поляны это свежий навоз до следующего года тоже надо муравейники ровнять что-то фреза их плохо здесь взяла на два следа надо ай, блин, опять в эту каналу, сука, залез задолбала на меня подходим к участку с навозом вот здесь яма была навоз, смотри, не косел но твердый езжу напрямую вот такая трава совместно отличается, да а вот навоз кончился и трава кончилась потом поближе покажу вот закончил косить вот она зелененькая, густая и тут, как бы, ничего такого нет больше где нет навоза вот такой эффект здесь яма, хоть вроде она с водой стояла тут летом месяц назад, после дождей ну, так вот продавилась маленько но в целом такая плотная стала можно ездить уже напрямую здесь ну, и вот тоже тут, видите, какой широкий волок ну, здесь получается, самая густота была навоза тут вот поменьше, но все равно здесь волок идет побольше вот, вот эта полоска а вот где его нету нет навоза, все травы нету, он даже даже волка нет толком а тут нормально нынче зафрезеровал муравейники и скажу, что я весьма доволен да, не очень ровно ездить, но косится вообще без проблем вот здесь эти два с лишним гектара и косилка ни разу не отлетела ножам, наверное, достается, конечно вот он на этой стороне я скосил 5 гектар два из которых с муравейниками и вот на этой два с половиной гектара тоже где много муравейников примерно одинаковый износ здесь тоже вот ну, чуть да нет, примерно одинаково ну, чуть поменьше может это ну, площадь, понятное дело, меньше то есть вот ножам достается, но потряхивает, но нормально, в общем косилки нормально но его надо будет потом выравнивать сейчас легко, главное, что сейчас травы не будет их видно хоть можно фрезу нормально пускать а то по этой по весенней траве ты ее работаешь ее не видно ни в какой уровень там, то ли она царапает землю, то ли нет под травой так что после скашивания можно будет еще раз пройти и уже будет совсем хорошо Кашу первый раз в Бородиное поре здесь кто боронил пенькер уравейников весной в один след ну, знаете, скажу, заметно поплавнее, что-то те Кашу те же, вот 7 километров в чашку и то, что и год но Кашу уже так не напрягает все-таки маленько они подрастасчились как-то порывились если так каждый год боронить то, в принципе, еще два следа но так любое поле хорошо выровняется понятно, что не сразу не, можно, конечно, и сразу поронить там намного следом но так вот постепенно можно хорошо выровнять вот здесь было много муравейников ну, покачивает, да, но, в принципе, нормально там вот еще поле через дорогу попробуем там но завтра я буду днем уже косить там получше посмотрим, что там а сейчас уже темнеет полдевятого вечера здесь около гектара пока шута их хватит а то завтра мне не успеть будет если вместе с тем косить за раз и, наверное, закончится сенокос неплохая дрова нынче побольше, чем в прошлый год раза в два, наверное, побольше в прошлый год здесь два гуга собрал нынче, может быть, четыре или даже пять будет посмотрим